Магаданский Галут активно занимается уборкой снега на проезжей части магаданских дорог. После двухдневных неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков город крайне нуждается в помощи спецтехнике. Сейчас проводится уборка снега по улице Вострецова. Снег легкий да пушистый. Справимся быстро, все уберем. На уборку снега задействовано 6 КАМАЗов. На данный момент у нас сейчас тут на участке работают 3. Еще потом, получается, после обеда еще будут 3. Ну и сам вал. Комбинированные дорожные машины Галут работают по основным городским маршрутам. В дневную смену задействованы 36 единиц спецавтотехники предприятия. Три автогрейдера ведут срез, наката и расширение проезжей части улицы Вострецова, Советской, Речной, Транспортной и других. Специалисты комбината зеленого хозяйства продолжают санитарную очистку городских территорий. Расчищают от снега лестницы, тротуары, межквартальные проезды. Задействовано 27 единиц спецавтотехники и 66 специалистов ручного труда. Городские службы ведут расчистку областного центра от снега круглосуточно в две смены. Почти 40 миллионов рублей в 2021 году потратят на ремонт магаданских школ. Это обсудили на постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики. В плане отремонтировать 20 учреждений, отметили сотрудники департамента образования. Однако, по словам депутатов, выделенная сумма слишком мала для ремонта учреждений. Ремонт только в одну из школ обойдется в треть этих денег. Замена стеклопакетов на 14 уже миллионов. То есть, ну грубо говоря, что данная сумма будет только идти на 3-4 школы или садиков. Примерная сумма для всех вообще ремонтных работ где-то в районе миллиарда. Поэтому, разумеется, у Магданской городской думы есть недопонимание, почему такая маленькая сумма. И самое, как еще главное, это, разумеется, качество работ. По словам депутатов, они надеются, что финансирование в 2021 году будет корректироваться в большую сторону. Тем не менее, на данный момент сумму утвердили. Шесть из 800 автолюбителей оказались пьяны. В Магадане полицейские подвели итоги акции «Нетрезвый водитель». С 19 по 21 марта в областном центре сотрудники госавтоинспекции проверяли транспортные средства для того, чтобы выявить тех колымчан, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Таких оказалось шесть. Однако аварий с их участием не зарегистрировали. Водители привлекли к административной ответственности. Сотрудники ведомств напоминают, управление автомобилем в состоянии опьянения влечет наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишением прав сроком от полутора до двух лет. Если инцидент повторится, нарушителя ждет лишение свободы до двух лет и прав на три года, а также штраф от 200 до 300 тысяч рублей. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Сегодня в режиме видеоконференции сотрудники системы здравоохранения и магаданских школ обсудили проблему заболеваемости туберкулезом у детей. По словам специалистов, главной мерой борьбы с распространением этой болезни является осведомленность населения о мерах предотвращения заболевания и соблюдение мер по выявлению ее на ранних стадиях. Дело в том, что стрессовые ситуации, холодный климат, недоедание, определенные именно белковой пищи ведет к тому, что люди будут восприимчивы к инфекции и могут заболеть. Вот именно чтобы бороться с этим, нужно всем проходить ежегодные флюорообследования и не отказываться, чтобы наши ребятишки прошли иммунодиагностику в организованном коллективе. Заболеть может каждый человек, независимо от возраста и принадлежности к социальным группам. Палочка Коха обладает высокой устойчивостью к различным веществам и воздействиям. Именно поэтому заболевание уже многие годы распространено во всех странах мира. Она очень хитрая, это, конечно, наша микобактерия. Она очень приспособленка, хорошая. Устойчива к действию кислоты и спирта она. Сохраняет жизнеспособность при воздействии различных физических и химических агентов. Не высохшие мокроте, ну, при определенных, конечно, условиях, бактерии Коха могут оставаться жизнеспособны до полугода. На различных предметах, мебели, книги, постельной, полотенце. Поэтому, когда вы являетесь бациллярной больной, мы обязательно совместно с Роспотребнадзором проводим заключительную дезинфекцию, камерную дезинфекцию полностью именно в этом очаге. За последние 10 лет заболеваемость снизилась на 50%, отмечают специалисты. Прошлогодняя пандемия внесла свои коррективы. Люди меньше посещали плановые медосмотры. И в связи с этим выявление заболеваемости могло значительно снизиться. На данный момент в Магадане возобновлены медосмотры граждан в штатном режиме. Медработники призывают не пренебрегать методами диагностирования заболевания, чтобы обезопасить себя и своих близких. Паводка и пожароопасные периоды обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Магадана. По словам специалистов, за прошлый год на территории областного центра было много возгораний. Поэтому в нынешнем нужно особенно ответственно подойти к этому вопросу. Также члены комиссии обсудили безопасность детей в период летнего отдыха. Набирая телефоны дежурных служб всех ведомств, которые обеспечат безопасное пребывание ребенка в преднем озарительном лагере, они размещены в доступных местах. В настоящее время обеспечены основные требования пожарной безопасности. Наши учреждения не функционируют, поэтому пути эвакуации находятся в принципе в справном состоянии и не заграждены. Руководители ведомств рассказали о подготовке их организации к паводка и пожароопасному сезонам. Вся ли техника функционирует, есть ли нужное количество людей для устранения возможной ЧАЭС. Так как осадков за зиму было мало, готовиться к стихийным возгораниям нужно в полном объеме. Будут сейчас проверяться, строевые смотры будут проводиться, будем выезжать, будем осматривать все, делать минерализованные разрывы везде. Особенно поселок Сокол и Уптар, где у нас как раз были самые большие возгорания. Ну а так, я думаю, что будем готовы к ликвидации. Администрация Сокола и Уптара, в свою очередь, подготовила паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, которые подвержены угрозе стихийных возгораний. Также в областном центре проводят профилактику пожаров. Кроме того, эксперты отмечают, что некоторые частные дома в областном центре подвержены подтоплению и затаяния снега. Однако муниципалитет держит ситуацию на контроле. Сегодня в школах города стартовала 27-я городская научная конференция учащихся. Школьный научный форум завершится 26 марта. Ученики с 8 по 11 класс представляют свои научно-исследовательские работы в 8 тематических секциях. Всего будет рассмотрено и оценено 67 докладов учеников школ Магадана и области. Судействуют преподаватели Северо-Восточного государственного университета, ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института и Института биологических проблем Севера. В этом году мы все-таки проводим конференцию и проводим ее в очном формате, но немножечко меняем схему дислокации. Обычно мы проводили на базе лицея эколого-биологического, это родоначальник этой конференции. Один год мы не изменяли этому принципу. И всегда на базе лицея эколого-биологического собирались самые пытливые, молодые умы школьников, которые и участвовали в научной конференции. Ну вот так случилось в этом году, что фактически 8 школ города задействованы в проведении этой конференции. И в зависимости от того, какая секция у ребенка, они работают на разных учреждениях города. Вот здесь, в 18-й школе, проходит литературоведческая секция, и в ней принимают участие 10 молодых ученых, так их назовем. Участников конференции поздравил с ее открытием и Юрий Казетов. Сегодня открывается 27-я научная конференция школьников. Это своеобразный праздник науки. Вы, ребята, будете демонстрировать результаты вашего самостоятельного поиска в решении определенных задач, плоды вашей исследовательской работы в различных науках. Желаю вам, в первую очередь, конечно, хорошего настроения, удачи, успехов в учебе и максимально реализовать себя в вашей научной деятельности. В завершение конференции все ее участники получат подарки и дипломы за участие. Лучшие доклады попадут на региональную научно-практическую конференцию студенческой и учащейся молодежи. Продолжение следует...